здравствуйте друзья письмецо зачитываю письмецом здравствуйте михаил хочу рассказать такую историю мне 30 лет я женат и у меня двое детей по профессии я программист думаю иммигрировать со временем английский почти свободные куча практики опыт работы с клиентами из сша и канады но вот какое дело я не осознаю всей трудности иммиграции адаптации все кругом говорят что это сложно ужасно и так далее а мне вот реально пофиг и меняет не волнует я как маленький мальчик имею такую иллюзию что мне там как в цивилизованной стране никто не даст пропасть что вот дойду я до ручки там например сделаю что-то не так и в последний момент появится волшебник в голубом вертолете и поможет мне цивилизованная же ведь страна я понимаю что это не так но все равно верю в это как ребенок когда я посмотрел фильм в поисках счастья это есть такой лет десять назад был фильм как без работы остался там человек и год бомжевал в америке американец я был в шоке как можно вот так с ребенком ночевать в общественном туалете ведь это же не россия 90-х все-таки не могли бы вы убить вам не эту детскую иллюзию и привести пример самые худшие истории миграции какую вы знаете ну там не было иммигрантов я как бы все таки нет не истории миграции то что там в кино знаете ли вы иммигрантов которые голодали побирались не могли найти работу и у которых даже не было денег на билет обратно не уже неужели можно вот так приехать и что-то сделав не так просто умереть там безо всякой помощи вот как-то в одном видео вы вы как-то в одном видео я высказали опасения что если с вами не дай бог что-то не так то даже не знаете что будете делать извините но если так горит евреи с кучей связей в стране и денег то что уж говорить простому иммигрантов ну давайте давайте поговорим о чё и так что там у нас за ситуация значит первое что надо сказать что американцы в отличие от иммигрантов особенно свежих легальных имеется ввиду американцы совсем не знают вот эту свою систему поддержки людей снизу поддержки бедных или там попавших в беду то есть это откуда же ему знать если он всю жизнь там вот жил без этого и как он может знать но что касается вот конкретной ситуации что человек ночевал с ребенком там в туалете понимаете как мы не обязательно принимаем оптимальные решения когда когда попадаем в стрессовую ситуацию в принципе чтобы переночевать есть шелтер и и он же с ребенком он был там то есть бывают такие места где в шелтер трудно попасть это правда бывает что не хватает шелтеров но но с ребенком я не знаю но еще раз обстоятельства могут быть абсолютно любые но в общем то есть целый механизм целая система поддержки людей в такой ситуации чтобы они не ночевали в туалет а все-таки чтобы было место где можно за ночевать и помыться и покушать там же и так далее значит этот фильм я считаю является абсолютно неудачным примером иллюстрации неудачной для тех проблем которые случаются у иммигрантов все таки иммигрант он едет куда-то он едет не просто куда-то он едет еще откуда-то он сравнивает то откуда с тем куда и соответственно он общается в иммигрантской среде достаточно много если он попадает в такие места где много иммигрантов что как правило и происходит эти редко иммигрант попадает куда-то где иммигрантов вообще нет поэтому он попадает большой город там где легче выживать он попадает в нью-йорк он попадает в лос-анджелес чикаго в сан-франциско там я не знаю детройт сиэтл майами там ну куда-то и там как бы есть много людей вокруг которые в состоянии ему подсказать вот этот американец ему некому было подсказать он до этого жил нормальной жизнью был там селс персоном и и у него просто нет круга знакомых таких приехал человек если он легальный иммигрант есть система поддержки даже для нелегальных это отдельная история и вот мне рассказывали что в мексике например там правительство публикует брошюру такую что вот если ты оказался нелегально в сша то тебе положено вот раз два три четыре пять они хорошо знают эту систему и даже нелегальному человеку он пойдет и будет лечиться в американском госпитале его дети будут ходить в американскую школу все это будет за счет американских налогоплательщиков совершенно официально без того чтобы там какой-то фейковая иди там где-то на рынке покупал абсолютно это не нужно вот то есть фейковая иди они тоже покупают но это чтобы просто на работу куда-то устроиться в более приличное место под местного так вот есть система поддержки и если вы куда-то едете то в общем то неплохо знать первое что система есть второе что если нужно вдруг чего то как как найти как как что например вы можете пойти на форум говорим про ю.с. и там есть файкю раздел и в разделе файкю там есть главка специально написанная там там много информации о том как как получить помощь какая бывает помощь куда нужно обращаться и так далее там по разным штатам там расписано люди как бы коллективным разумом все это дело собирали потому что бывает всяко особенно если дети в семье всяко бывает но тут еще получается что если человек программист если он по-английски свободно говорит там или почти свободно говорит до представить себе чтобы он оказался в такой ситуации когда ему то понадобилось ну это вот если только какие-то очень трагические обстоятельства он вдруг как как какая-то инвалидность у него или там нетрудоспособность временная или постоянная но что-то такое должно произойти я даже не не представляю причем если он допустим уже работал то там есть страховка по инвалидности от предприятия если у него нет страховки от предприятия по инвалидности есть намного более скудно но тем не менее social security disability есть иншуранс единственно что квалифицироваться под это дело нужно конечно вот быть в очень тяжелом состоянии то есть такие частные страховые полисы они гораздо более гуманные могут быть например ты попадаешь на эти бенефиты если ты не можешь работать в собственной профессии вот и допустим программист и social security disability тебе говорят но ты же можешь работать в магазине продавцом значит поэтому иди работу а если это частный полис и у вас страховка disability так называемая in your own occupation вот то вы можете сказать но я же программист я же не продавец значит моя страховка защищает меня на случай если я не могу работать программистом особенно это важно в таких профессиях как например врачебная да вот допустим вы донтист больше не можете работать донтистом там вообще кошмар там доходы людей высокие вдруг бабах поэтому значит либо так либо так вы прикрыты есть пособие по безработице соответственно значит если вы потеряли работу то вам платится некоторая сумма зависит от того сколько вы зарабатывали но если вы программист то допустим у нас тут вы бы получали что-нибудь там 1700 1800 месяц что немного но в других штатах больше скажем массачусетс платят больше и там же немножко дешевле и так далее то есть как-то значит вас поддерживают если вы не наработали на страховку на анемплоймент это тоже бывает вы недостаточно долго проработали там там есть условия есть критерии некоторые значит тогда начинается вэлфер вэлфер эта система социального обеспечения для бедных вот человека нет доходов он как вот я есть доходов нет а у меня дети там все дела его ставят на вэлфер на вэлфере он получает бесплатную медицину многие люди не хотят свалтер уходить они подрабатывают там денется на кеш потому что как бы в общем хорошая поддержка такая значит он получает медицину бесплатно причем хорошую медицину в том смысле что хорошие врачи берут вот этот медикал там или медикейт как там в разных штатах по-разному называется ну не зажируешь там особо но но тем не менее какое-то время перебиться можно ну вот если всю жизнь на волкере живут я это отдельная категория но что тут скажешь поэтому так и так вот все можно ли загреметь уж я не знаю там как загреметь но если человек допустим неадекватный или ну не готов к этой ситуации и ведет себя неадекватно он может быть адекватный сам себе но вот как-то так сложилось так давайте но все может быть то есть вы можете при этом обвинить систему вы можете сказать но вот это то чем занимаются средства массовой информации там но так там где зомбирует людей ложью и вот они начинают систему объять что такая система что вот там что-то но на самом деле система достаточно устойчивым и достаточно социальная система и очень существенная часть бюджета тратится на социальные программы поэтому наверное есть страны где это получше сделано смысле больше защищенности в канаде в той же например но опять у этого есть у всего цена понимаете значит если вы начинаете больше давать на социальную защищенность тогда у вас получается вы должны больше денег взять с тех кто зарабатывает и тогда те кто зарабатывает перестают зарабатывать у них мотивация теряется то есть должен быть какой-то вот баланс найден этим вот так что так что там за вопрос то я думаю не забыл ничего значит что касается евреи со связями у меня связи очень специфические мои связи это люди с как которые нас учились я конечно я знаю там несколько тысяч человек ну как знаю кого-то близко знаю кого-то так поверхностно кого-то честно говоря и не вспомнишь вот так увидишь там бывает подходит человек миша там я думаю 4 лицо знакомое дать как и за 20 лет но у меня нет связи среди там руководителей предприятий или там ментовки или там где-то в сити холли ничего нет я abs абсолютно не не имею никаких связей в этом в этом смысле вот то есть я случись со мной чего я на тех же условиях что в общем-то все остальные граждане только на самом деле мне хуже чем остальным гражданам потому что прежде чем я получу что-то от системы система хочет чтобы у меня не осталось ничего из того что есть давайте то чтобы система начала тебе что-то давать мало потерять работу и не получать доходов а надо еще не иметь того чего ты можешь продать и жить на это вот когда у тебя же продать нечего у тебя нет акций у тебя нет там недвижимости и там это да ну тогда как туда надо помочь человек он социально незащищенный вот когда я говорю что я не знаю чего делать если что-то со мной случится это не потому что система меня бросит а потому что я не знаю потому что я не в курсе я никогда не интересовался и дай бог и не знать этого всего вот это надо с социальными работниками беседовать они лучше знают я не все может случиться поэтому все живые люди все под богом ходим или вот как на руси говорят что там от суммы от тюрьмы там не зарекайся то есть ты можешь иметь многое оказаться нищим ты можешь там оказаться даже в местах тогда вот как пословица говорит заключение там в каких-то обстоятельствах вот там что-то всполыхнул дал кому-то по морде и в тюрьму ну вот и и вы вы меня поймете друзья если я скажу что иногда очень хочется кому-то дать в эту самую морду вот но мы люди как бы законопослушные мы не делемся но вообще-то я говорю что в каких-то обстоятельствах все может быть вот там ты его пихнул а он бак головой об бордюр и и нет человека сколько народу так вот загремело поэтому к чему рассказываю что зарекаться ты ни от чего не можешь своей жизни но если мы говорим вот как бы в эмигрантском контексте значит он легитимно приехал в страну а я не знаю как он попал вот он программист и он хочет иммигрировать а как значит если вы приехали по рабочей визе то у вас есть работа то есть доход у вас есть бенефиты страховка вот компании где вы работаете ну у вас может быть нет второго дохода насколько жена не работает но проходит там некоторое время и уже не появляется вот и вы уже все вы легализованы а местные жители и там тогда то есть программист который вот так значит приедет соединенные штаты он в сто раз было больше защищен чем допустим человек который я не знаю там бухгалтер или там преподаватель рисования который еще и по-английски толком не говорит это вообще не сопоставимо все значит чего нельзя себе позволять понимаете нельзя себе позволять такую святую веру в то что кто-то о тебе позаботиться вот это не совсем так то есть для того чтобы что-то получить от системы вы должны позаботиться о себе сами то есть вы должны найти информацию вы должны прийти к людям которые вас проинформируют очень много народу есть в сша скажем те же бездомные которые выпали из общества а в этом обществе есть очень много чего чтобы им дать но они никогда не придут и не попросят и они даже не знают что там в этом обществе что-то есть чтобы им дать вот они выпали и все и и вы можете написать трактат о том какая плохая здесь система но никто не гоняется за этим человеком чтобы ему случить что-то при том что он не просил вот вот этого нету но если он приходит и говорит я бездомные вот что мне делать ему говорят вот моя такая программа такая программа их много вот когда бы клубничку собирали на грядке у нас на даче в санта кросс вот эта грядка но не снегрят там целое поле это вот эта программа для бездомных они туда приходят они там работают им деньги платят им помогают снять жилье этом вернуться в нормальную жизнь там профессию получить и так далее и на это тратится деньги и федеральные штаты и от общественных организаций так далее очень много чего есть поэтому значит в голубом вертолете сам не прилетит но если там номер нас набрать искать верт вызываю вертолет ну какой будет может быть не голубым может быть стареньким вертолетиком может сильно тарахтеть может даже уронить что-нибудь там и разбить из того что вез все бывает но в общем как бы номерочек есть позвонить можно чего-нибудь обязательно прилетит точнее так все что тебе положено все прилетит америка в этом смысле обладает очень интересной бюрократии здесь бюрократия которая аккуратно выполняет обязательства перед людьми вот все что тебе положено ты получишь ты получишь срок ты получишь в нужном объеме ты получишь как бы ну там надо будет много подписей собирать там тут и тут но в общем-то она это бюрократия не пытается тебя где-то ужать или скажем поставить тебя в какую-то очередь где тебе там то что положено сегодня надо через пять лет получить я учился в институте когда у нас была девочка вышла замуж где-то курсе там не знаю там на третьем четвертом и родила двойню и по советским законам в москве во всяком случае в то время а был такой закон что если в семье рождается двойня то эта семья без очереди получает трехкомнатную квартиру она эту трехкомнатную квартиру лет пять шесть ждала пока получила но получила получила но как бы фишка была в том что без очереди есть такой другой анекдот на эту тему как железнодорожные кассы там но и люди стоят длинные длинные очереди там стоит значит маленькая очередь и написано что это для там у кого-то для ветеранов там я не знаю чем вот ну и там мужик лезет без очереди ему говорит товарищ вы куда он как так у меня вот показывает удостоверение мне положено без очереди я могу это очередь из тех кого положено без очереди давай в очередь хотя вот вот здесь такого как бы особо нет положено пришел получил такая история так что я бы вообще будучи программистом как бы не с хорошим английским не стал бы сильно задумываться вот на эти темы но с другой стороны у разных людей разный уровень тревожности знаете как бывает тем более когда у тебя дети ты задаешь себе вопрос а что если дать и я вот помню что на форуме говорим про вес там поскольку как бы такой народ собирается законопослушный то законопослушный народ осуждает тех кто нарушает правила и когда начинается разговор а вот я приехал а что мне положено там допустим и тогда его начинают осуждать но в принципе положено довольно много особенно если дети есть вот так что и из того что положено кое что является нарушением тех обязательств которые ты берешь на себя получаю визу американскую по лотерее то есть там есть такое что ты говоришь что ты обязуешься не ведь не сидеть на шее у государства но там дальше начинается трактовка что это значит вот если я приехал из самолета и за течение недели встал на вилфер это одно если через полгода встал на вилфер а это уже другое то есть понимаете уже начинать трактовку он стал на нашей как бы стала паблик берден там или нет но есть люди там полно народу они уже все выведали они самолеты бегут ставится на вилфер там деньги в карман спрятал говорит приехал пустой ничего нету и так далее хочу тратить сбережения когда страна садир но в принципе то есть мошенничество на фронт по этой части есть был фронт иммигрейшен фронтам и додор много чего еще раз там на форуме прямо там статья даже есть я написал своей рукой я написал этика и что там и законность я специально изучал этот вопрос несколько лет назад и там была большая там свара по этой части это носил написал вот эту статью и можете почитать а конкретно где чего получить она есть так что я когда с ребятами вот разговаривал нужно потом когда они приезжают я говорю а почему такой интерес вот к этому вроде экономика хорошая все хорошие там почему а не как ну понимаешь ты не хочешь идти на вилфер ты не хочешь оказаться в такой ситуации но ты спрашиваешь себя а если вдруг не дай бог что-то случилось тогда что вот видите здесь человек прошит и и даже нет денег на билет домой на билет домой вам консульство оплатить там я думаю вас легко выдворят там без вопросов но здесь зачем дом будете делать но это крайне редко это бывает с нелегалами иногда когда они как-то вот тоже на неадекватности на незнании на непонимание на иллюзиях они строят свои действия и конечно они неминуемо влипают в какую-то ситуацию а есть такие что и в тюрьме там оказываются легко и что легальные что нелегальные кто-то предложил он куда-то пошел что-то такое сделал бак наручники и такого сколько хочешь вот поэтому ну не то что там каждый второй конечно но бывает так что мы программисту 30-летнему скажем там чем ему скажем не волнуйтесь на хвилюйтесь дать к значит у все буду окей вот так что такая у нас история счастливо а